Поезд в 10.45 один из четырех составов, которые сегодня везут в Казань гостей Мундиаля. Всего же с начала чемпионата через этот вокзал прошли 30 тысяч болельщиков. Эти поездки бесплатны и гости из Южной Кореи и Германии с удовольствием делятся впечатлениями о своей дороге. Я был в купе с русскими, поэтому было весело. Мы пили пиво, хотя это может быть было и не совсем легально. Идеально. Я спал чуть ли не лучше всего в жизни, безо всяких вечеринок. Слишком стар для этого. Мне всего 29, но тем не менее. А это уже те, кто добрались до Кремля. Немецкие фанаты нараспев желают победы своей команде, а один из корейцев неожиданно встретил группу поддержки еще внушительнее. С помощью вьетнамцев кричалка о Великой Корее звучит куда громче. Я думал, это корейские красные дьяволы, а оказалось, вьетнамцы. Наверное, болеют за нас, потому что один корейский тренер довел их в сборную до полуфинала и стал легендой Вьетнама. На Баумана кричалки сегодня, конечно, звучат реже. Все-таки корейцы и немцы сдержаннее австралийцев и колумбийцев. Думаю, Германия сегодня выиграет 3-1 и продолжит участие в чемпионате. Присматривают болельщики со всего мира и сувениры на память о чемпионате в России. Хоть сегодня очень жарко, но мне захотелось купить традиционный русский головной убор. Надену его сегодня на матч. Думаю, Германия сильная команда, и они выиграют, но все равно буду болеть за наших. Мы хотят... Корея, Зюжная... Выиграй! Два! Метик! Кто выиграет, покажет матч, посмотреть, который, кроме немцев и корейцев, приехали индусы, алжирцы, бразильцы, китайцы. Последние, кстати, предпочтения отдают сборной Германии. Филинс, Натульна, Марат Зайдурн, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова